Всем привет! С вами Провко Сергей и это выпуск блога о велопутешествиях. Девятый день я уже путешествую. Сейчас нахожусь в километрах 10 возле Одессы. Вчера уже был в этом городе, купил билет домой. Я очень люблю путешествовать, но всегда после такого путешествия радостно вернуться домой. Переночевал в палатке. Собираюсь, отправляемся гулять по Одессе, по Дерибасовской, Молдаванке. Зайдем на привоз, покупаемся в Черном море и три часа на поезд. И первая достопримечательность, которую я встретил, еще даже не доехав до Одессы, мы находимся сейчас в селе Нерубайское, это катакомбы. Спускаемся к ним. Катакомбы в Нерубайском являются только частью большой сети лабиринтов, которые расположены под всей Одессой. В годы Второй мировой подземелье под городом использовалось партизанами. Сегодня входы катакомбы замурованы бетоном, либо же закрыты металлическими воротами. Туда внутрь не попадешь. Сейчас побываю, посмотри, хотя бы через верх что-то. Ну да, камера меня, кстати, снимает. А я ее. Ну а там такой туннельчик. Вот еще один проход завален. Я так полагаю, что это из-за того, что в этом царстве Минотавра часто теряются неопытные тюсеи. На стере решетки внутрь не попадешь. Ну вот, пожалуйста, я и попал. Рядом с одесскими катакомбами в рутер не попал, конечно. Едем в Одессу. Погнали. Уже час ползу в одесских пробках. Такое чувство, что все с утра едут в центр на привоз. Едя в центр Одессы, совершенно случайно наткнулся на очередную достопримечательность. За моей спиной танк. На вывеске очень неразборчиво написано Одесса, танк НИИ, наш испуг в каком-то там фронте. Танк то ли период до Первой мировой войны, то ли переделал с какого-то эскаватора во время Великой Отечественной. Уже дома я загуглил и узнал, что это копия легких танков, которые выпускали Одесситы во время обороны города летом и осенью 1941 года. Эти машины изготовлялись путем обшивки гусеничных тракторов броней. Башня есть на нем. И спереди пулемет тоже. Потратил практически полтора часа по пробкам Одессы. Я таки добрался до центра, за моей спиной. Легендарный рынок Привоз. Вкрытый рынок меня с велосипедом, конечно, не пустят. Там, где рыбный ряд. Но в целом по рынку прогуляемся немного. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Вот так выглядит часть скрытого рынка. Продают все подряд. И рыбу, и посттовары, и канцтовары, и алкоголь. Вот здесь рядом с привозом ездят трамваи. Прямо по рынку, можно сказать. На рынок заехал на трамвайные путя. Хочу признаться, что я очень люблю Одессу. Не только потому, что это красивый город со своим колоритом. А еще и потому, что именно в Одессу я совершил свое первое в жизни дальнее путешествие. Правда, я ехал тогда не на велосипеде, и не отдыхать, а работать на стройке. Тогда я впервые в жизни увидел море. А было это всего лишь пять лет назад. Прибыли мы к ЖД вокзалу. Сейчас здесь рядом есть замечательная столовка. Там позавтракаем. И отправляемся гулять по городу. Наконец-то. Такой обед за 45 гривен я заказал. Борщик, кашка. Они кошерные? Это что, моя мать? На пересечении Жуковского и Пушкина стоит здание Бродской синагоги. Сейчас здесь остарственный архив. Чтобы я приехал с Днепропетровской и таки не посмотрел синагогу. Красивое здание. Продолжаем дальше трястись по брусчатке исторического центра Одессы. А вот и знаменитое Дерибасовское. Если честно признаться, не впечатлила меня эта улица ничем. Я, конечно, знаю, что в прежние времена на Дерибасовской жили очень известные люди. Великие деятели искусства и науки. Но сейчас от этих людей не осталось и следа. А самую знаменитую улицу Одессы захватили магазины, кафе и прочие генделлики. А что меня действительно потрясло в Одессе, это оперный театр. Могу сказать без преувеличения, это самое красивое здание, которое я видел за все время путешествия. Одесский оперный театр был построен венскими архитекторами в 1887 году в стиле барокко. А это исторический музей в Одессе. Перед ним, так и перед Кишиневским историческим музеем, тоже стоит античная статуя. Только за фото с ней никто нас 10 лет не требует. Выезжаем на Приморский бульвар, который начинается от здания городского совета, в котором 150 лет тому располагалась Одесская бир. Поехали дальше по Приморскому бульвару, к памятнику Дюку и Потемкинской лестнице. На территории современной Одессы когда-то была расположена древнегреческая колония. Ее следы были обнаружены прямо на Приморском бульваре. Благодаря интеллектуально-познавательной передаче «Орел и Решка» я теперь знаю, с какого люка смотреть на Дюку, чтобы увидеть то же, что увидел ведущий этой передачи. Вот он, Люк, друзья, он здесь один, вы не ошибетесь, поэтому подходите на него, становитесь и... От памятника Дюку де Решилье переходим в Потемкинской лестнице. Здесь я впервые за все время путешествия воспользовался услугами экскурсовода. Причем совершенно бесплатно. Просто послушал то, что рассказывал гид другим туристам. Ее 12, 142 метра. В лестнице 100, 90, без ступень. Указывается, Потемкинская лестница совсем и не лестница, а наклонный мост. Более того, это чудо инженерной мысли. Ведь Приморский берег подвержен оползну. И инженерам пришлось проявить недюжую изобретательность, чтобы лестница не убежала в море. Причем у этой лестницы изначально не было даже своего названия. Потемкинской она стала уже после того, как на ней были сняты всем известные кадры из фильма «Броненосец Потемкин». А сейчас мы отправляемся от Потемкинской лестницы в морвокзал. Чёрное море. Просто любуемся и наслаждаемся. Сейчас буду ехать в сторону пляжа Лузановка. Хотя погода совсем не летняя. Довольно прохладно. Предущие три дня была настоящая жара. Сегодня прохладный ветер. На берегу Чёрного моря не скупаться в Йонгре. Поэтому будем купаться. Вот мы на пляжу. Велосипед запакован в чехол и готов к транспортировке. Чтем поезд. На этом моё большое велопутешествие в Виннице, Молдова, Одесса длительностью 9 дней заканчивается. Заканчивается оно возле Днепропетровского вокзала. Я приехал домой. На этом буду с вами прощаться. Спасибо всем, кто был со мной в этой поездке. Пока.